Говорят, что я в эфире. Всем привет! У нас сегодня заключительная лекция на тему языка программирования Python, что, разумеется, не означает, что мы уже всё такое в Python прошли, что хотели. Не говоря уже о том, что мы не всё прошли, что могли. Потому что, понятное дело, тема под названием изучение языка программирования, и это такая тема, в общем-то, актуально бесконечная. Пока вы изучаете язык программирования, он меняется. Пока вы изучаете изменившийся синтаксис, меняются практики. Пока вы изучаете, привыкаете к практикам, выходят какие-то модули, которые им интересно пользоваться для решения ваших задач, ну и так далее. Поэтому по этому кругу синтаксис, семантика, прагматика, практика можно бегать очень долго. Изучаем язык, изучаем, как он работает, смотрим конкретное применение, пытаемся это применить, и так по кругу. Я этим занимаюсь уже, например, не первый год. И как это сказать? Неизвестно, кто кого победит об этой борьбе. Всегда что-нибудь новое. Если просто так отвлечённо пофантазировать, что бы мы могли, или вы, если будете продолжать в том же духе, поизучать, в питончике в этом вашем, нашем, значит, в первую очередь, это всё-таки продолжать изучать сам язык. И всякие ситуации, когда используются разные конструкции. Это на самом деле вообще очень важный момент в изучении какого бы то ни было инструментария, будь то язык программирования, текстовый редактор, ВИМ, например. Что угодно. Вам выдается в руки инструмент, вы осваиваете 5-10% того, что он умеет, и на этом останавливаетесь, потому что ваши повседневные задачи не входят в оставшиеся 95-90%. А это очень неправильный подход. Инструмент надо осваивать по возможности целиком. То есть пощупать надо вообще всё, а попробовать, так сказать, более серьёзно, ну, две трети только уж точно. Иначе у вас будет как минимум просто неполное представление об инструменте, а как максимум вы ещё и со стороны будете выглядеть, как человек, который научился трем действиям арифметики, а четвёртым не научился. Вот. Значит, другое направление, которым мы с вами не занимались от слова вообще, потому что мы занимались языком, собственно, программированием языком, другое направление – это, собственно, разработка. не как процесс порождения алгоритма в голове, а как процесс порождения, сопровождения, модификации проекта. Вот. Это совершенно отдельная тема, и в питоне она как в самом языке и в его инфраструктуре, так и всякими сторонними инструментами она поддержана. И вот про это у нас как раз будет следующий семестр лекций, ну, в смысле, курс. Вот. Можно пытаться на примере языка изучать всякие методики. Ну, вот мы с вами потрогали в магистерской части как раз как всякая интересная штука со статической типизацией в питоне работает. Вот. Но поскольку язык универсальный, язык общего назначения, то можно на самом деле ну, что угодно изучать на базе питона. Питон в этом смысле хороший язык, удобный. Там нет таких областей, где бы на нём не начинали что-нибудь обязательно делать. В любом случае единственное и главное условие того, что вы чувствовали бы, что вы язык продолжаете изучать, это его использовать. То есть, я когда сам начинал питон учить, я, по-моему, говорил, это было давно тому назад. Питон ещё был второй. Я потратил на это 10 суток. Ключевое слово суток. И я как-то так мне было немножко не по себе, и поэтому я решил, что буду изучать питон. 10 суток изучал питон. Но ощущение, что я чем-то таким владею, с пользой для себя, пришло гораздо позже. Не намного, но гораздо. Не через 10 суток. Именно когда я взял для себя за правило писать решение всех своих задач. А поскольку я работаю разработчиком, то задач у меня довольно много. Пишать всех своих задач не на том языке программирования, на котором я привык, а именно на питоне. Через некоторое время я почувствовал некоторую степень свободы, чего, собственно, всем желаю. Если у вас есть задачи, пишите их на питоне и старайтесь как можно шире использовать его синтаксисом. В этом и будет синтаксис и возможности. В этом и будет ваша учебная задача. Теперь относительно того, что мы говорили до начала лекции, чего мы, собственно, в питоне такого интересного не поглядели. Первое и главное, чего мы не поглядели в питоне, и что, до чего мне никогда не доходят руки. Я вообще не себе не представляю, в каком месте, какого курса они могут дойти. Это про стиль оформления кода. Про кодинг стайл. Сейчас есть всякие бьютификаторы, типа этого самого Black, всякие PEP8 инструментарии, которые требуют оформления исходного кода в каком-то определенном стиле. Мы даже в следующем семестре посвятим часть лекции вот именно этой теме, но понятное дело, что посвятить часть лекции, пол лекции теме, как оформлять исходный код на питоне, это совершенно не то же самое, как научиться этому самому стилю стилю разработки. На это хотелось бы потратить несколько часов, причем неподряд, чему-то поучиться, потом потыкать, посмотреть, ощутить, чем хороший стиль, хуже, чем плохой стиль и так далее. Вот ничего этого у нас не было, потому что не было. И непонятно, как это контролировать. Ну, в самом деле, не вставлять же PEP8 в систему фильтров E-Judge. Хотя можно и вставить, только не слишком строго. Еще мы одним глазом поглядели, буквально одним глазом, но точно не изучали всевозможные языковые модули, в том числе такие, встроенные, естественно, входящие в стандартный дистрибутив, в том числе такие, которые по сути являются расширением языка. Хороший пример, в который мы одним глазом подглядывали, это Data Classes, который, с одной стороны, вроде бы такая объектная модель, а с другой стороны, эта объектная модель очень не похожа на то, что мы имеем с классическими классами, потому что там очень много всего происходит под капотом, по умолчанию и так далее. В частности, Data Classes завязана на аннотации для упрощения последующего автоматического построения интерфейса с ними. Не менее интересная тема – это Enumy, которые рекомендуется использовать вместо банальных перечислений констант. Они как бы являются банальным перечислением констант, но там есть несколько плюшек. Не менее интересная тема, которая представляет собой некоторый шаблон программирования – это weak references, слабые ссылки. Слабые ссылки – это то, чего у нас в питоне нету, чего мы не трогали вообще. Слабая ссылка – это ситуация, когда у вас тот самый рифкаунт, объект существует, пока на него существует хотя бы одна ссылка. Удаляем ссылку, количество уменьшается. Количество ссылок уменьшается до нуля, значит, объект можно удалять. Так вот, слабые ссылки – это как раз такая ситуация, когда этот самый рифкаунт не имеет значения. У вас может быть ноль ссылок на объект, вот таких, у вас может быть много ссылок на объект, вот таких ничего, от этого не меняется. Это довольно опасная штука, если ее применять в языке как базовый инструмент, но бывает нужно. И так далее, и так далее. Таких расширений довольно много. Если мне сегодня хватит времени, то в обзоре стандартных пакетов я, может быть, еще что-нибудь вспомню. Может, и не вспомню. Вот. Что мы еще не посмотрели? Мы вообще не поговорили про разработку. Вот то самое, что у вас может быть в качестве такого глобального направления, мы ничего не затронули из этой темы. Вот сегодня я попробую рассказать, как свой модуль сделать, пакет. Даже не как его запакетить, собрать и положить в PyPy, а только как он должен быть оформлен. Вот. А на самом деле в питоне, в стандартном дистрибутиве питона есть всевозможные инструменты поддержки разработки, ну, например, тесты, вот. Еще что-то. Вот этого все мы тоже не трогали. Еще мы не трогали ту часть питона, которые лично у меня, например, находятся в активном состоянии. То есть это такие модули из стандартного набора, которые вот, ну, прям, чуть ли не в каждой программе встречаются. В первую очередь, это всякие SIS, OS, Subprocess, PathSleep, которые я сегодня покажу. Ну, как покажу? Покажу, что он существует. Это модуль высокоуровневой работы с файлами и путями достаточно кроссплатформенный, существенно более кроссплатформенный, чем другие, чем OS, Path. Вот. Это было бы интересно посмотреть просто ради того, что, ну, раз уж я им пользуюсь часто, эти модули, скорее всего, вам тоже придется им часто пользоваться. Это точно следует изучать. Вот. Ну и, конечно, PyPy, то есть, значит, пакеты, которые под свободными лицензиями лежат на портале Python Package Index. Вот я сегодня с утра посмотрел, их там было практически полмиллиона уже, пакет разных, свободных. Вот. 499 тысяч, 888 штук. Красивое число, правда? Правда, их уже больше. Вот утром было, в 12 часов дня было столько, а сейчас уже скоро будет полмиллиона. Возможно, к концу лекции станет полмиллиона. Вот. Чтобы вы понимали динамику, значит, давайте посмотрим, сколько их было осенью. Осенью их было 479 тысяч, а прошлой осенью их было 390 тысяч, а позапрошлой осенью 320 тысяч. Ну, в общем, вот. При этом, обращая ваше внимание на то, еще раз, что это не просто какие-то ну, то есть, это, безусловно, для того, чтобы на Пайпай появился ваш модуль, вам нужно всего лишь оформить правильным образом дистрибуцию, подписать ее, ну, получить свой ключик от Пайпая, подписать ее, выложить по определенным правилам, то есть, ну, соответствовать дисциплине выкладывания пакетов на Пайпай. Вот. Всего лишь. Но если вы это проделали хотя бы один раз, наверное, вам вот зачем-то было нужно. Более того, Пайпай периодически удаляет пакеты, но он меняет немножко полиси, если люди полиси не поправляют, они оттуда периодически удаляются. Так что все эти полмиллиона пакетов можно назвать, ну, скажем так, если не живыми, то как минимум существующими. живых там тоже дофига. Вот. И да, мы ничего никак не поговорили, как с этими пакетами работать, что такое ПИП, там вот эти всякие ПИП-инсталлы, ВЕНВы и прочие инструменты, которые необходимы разработчику для создания своего программного окружения с нужными питанием пакетами. Этого всего мы тоже не говорили, но это тоже будет в курсе следующего синистра. Так что мы еще к этому вернемся. И тут я чуть было не подумал, когда готовился к лекции, что я, собственно, все рассказал. Тут пришел человек и спрашивает, зачем в питон тройные кавычки. Для удобства. Правильный ответ. А значит, так вот, я чуть было не подумал, что я все рассказал, и вспомнил, что у меня в 20-м, что ли, в 20-м году в аналогичном курсе была тема про модули и пакеты, а потом ее выпихнула тема про матч-кейс, как более крутая. Ну вот, а поскольку матч-кейс у нас оказался в базовом курсе, выпихнули мы в магистрский курс подробный разговор об аннотациях, вот у нас появилось время поговорить про модули и пакеты. Значит, если вам кажется, что с пакетами в питоне все довольно просто, вы просто их импортите, вы просто их импортите, и они просто работают, то все на самом деле существенно сложнее. Если почитать документацию по импорту, она довольно большая, и там довольно много всякого такого вот, импорт систем. И там много всякого такого подкапотного. Вот мы, например, сегодня увидим, что, будучи проимпортирован один раз, пакет повторно не импортируется, потому что каким-то образом регистрируется в кэше импортированных пакетов питона. Это очень удобно, если вы не глядя, пишите импорт одно и то же в разных местах вашей программы, и даже не вашей, импортируйте чужой пакет, а он тоже что-то импортирует. Это очень удобно, потому что невозможно отследить. Это так, как инклюда, которые там защищаются и вдефами. Ну вот, а в питоне там просто уходит в кэше, там сидит проимпортированный пакет. Но на самом деле там все еще интереснее. Мы влезать сюда не будем, потому что, как видите, довольно много занимает документация по импорту. Но идея стоит в том, что сначала пакет нужно найти с помощью специального поискового инструмента, файндера, который можно отдельно задавать. логику поиска мест, где у вас лежат ваши пакеты, питонии, можно задавать с помощью файндера и модифицировать. А потом загрузить с помощью лоудера, который тоже модифицируемый. Вот. В общем, вот тут даже, видите, какие-то эксперименты с лоудером. В общем, мы не успеем сегодня на это все посмотреть, потому что, если бы на все это смотрели, мы не посмотрели бы на все остальное. Давайте еще метапасс, давайте еще про метапасс посмотрим и на этом вот этот беглый обзор остановим. Идея стоит в том, что этот самый метапасс ой, нет, знаете, не буду врать. Не готов я сейчас рассказывать про метапасс, до конца не понимаю, зачем это нужно. В общем, надо прочесть еще раз всю документацию, чтобы это понять. Единственное, что из этого понятно, как это, ничего не понятно, но очень интересно. Единственное, что из этого понятно, что сама система импортирования, она не такая уж простая, как кажется на первый взгляд. Тем не менее, на первый взгляд кажется, что она довольно простая, потому что в нашем питончике буквально есть переменные под названием CISPAS, где перечислены все каталоги, которых могут лежать в питоне модуле. То есть, когда мы говорим импорт, вот тот самый файндер ищет соответствующий модуль в одном из тех каталогов, которые существуют в CISPAS. если мы хотим проимпортить модуль, который лежит в каком-то ином, неравном, перечисленном здесь каталоге, нам нужно просто тупо модифицировать этот CISPAS, добавить туда нужный путь, в котором будет найден этот модуль. Обратите внимание на то, что первый компонент CISPAS это пустая строка, и это как раз означает, что импорт чего-то, что лежит прямо в том же каталоге, где у вас была запустившаяся программа, тоже работает. Вот. Значит, ну вот, значит, импорт чего-то. Более того, кажется, на это дело может еще влиять переменный PythonPath. что-то не вижу там никакого опция. Непонятно. Давайте почитаем документацию. А, вы, конечно, можете назвать PythonPath, но он там будет искать, но он там будет искать, вот такие вот конструкции. Если ее нету, он ее просто проигнорирует. Вать. Слэш лип, слэш что-то там. Вот, 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 вот так вот, вот возможно. Ну-ка. А еще, возможно, я зря ПТП запускаю. Ну-ка, может быть, вот так сработает. Да что ж такое? А, нет, вот, есть. Это, это ПТ-Пайтон нам на это самое нагазил, на самом деле, вот она. Так-то все работает. Надо иметь привычку не запускать ПТ-Пайтон, когда речь идет всяким системным окружением. Ну вот, значит, модулем при этом в Питоне считаются три вещи. Первое. Любой файл на Питоне является модулем. Мы, кажется, это уже видели, но можно это попробовать еще раз своими глазами увидеть. вот, смотрите, значит, давайте заведем тут какой-нибудь какой-нибудь модуль. У него будет еще и документация. Ой, кстати, я тут поменял, если кто заметил, я тут поменял плагинчик к Виму, который спамит ошибки. Вот. Он теперь их прямо на экране рисует, зараза такая. Дело в том, что предыдущий плагинчик, которым я пользовался, назывался Synthastic, он этим летом, автор от него отказался, заархивировал свой гитхаб и сказал, кто хочет, продолжайте, а вы ходите к другому плагинчику, который называется Alley, на букву А Alley. Вот этот Alley имеет интересную привычку описать сообщение прямо в код. Давайте я это уберу. Вот. На самом деле я просто еще не решил, я хочу, чтобы он мне писал сообщение прямо в код или не хочу и надо выключать. Ну вот. Значит, что у нас такое? Это dummy-модуль. Так, что я сделал неправильно? Вот. Вот. О, видали? Видали? Отстань, противный. Давайте здесь тоже документацию переделаем. Во. Ну как-то так. Значит, вот этот самый модуль, dummy, он же, его может запустить, только он ничего не сделает, потому что, потому что в нем ничего не написано. Что-то он все-таки сделал. А, двоеточие не в том месте. Спасибо, дорогая. Expecting two blank lines. Вот это меня всегда выбешивало, но, видимо, это тоже правильное требование. Ну вот. Значит, обратите внимание, что, ну, давайте здесь напишем еще print fun от 10. Вот. Чтобы уже окончательно что тебе не нравится? А, вот что тебе не нравится. Слушайте, давайте я все-таки отключу вот эти страшные. Ну, просто это будет мешать очень сильно мне, я не привык еще к этому. Хорошо, давайте все-таки выполним эту программу. Она, в общем, ничего не делает, она выводит 21. Вот. Утверждение номер один. Поскольку любой файл на питоне с решением .p может выступать в роде модуля. Смотрите. Смотрите. не смотрите. Смотрите. Вот. Видите, мало того, что я могу по имени вот этот dummy.p проимпортить, мне и ptpython, и питон обычный тоже найдет имя, имя это самое dummy среди возможных имен модулей. Вот эти самые файндеры работают так. Вот. Обратите внимание на две вещи. Во-первых, он его нашел в текущем каталоге. Во-вторых, при импорте модуля внезапно выполнился код. Вот. Ничего внезапного в этом нету, потому что в действительности питон, как вообще очень, в нем очень мало таких вот чудесных чудес, и импорт файла модуля это всего лишь его запуск. Ну, практически. Там есть некоторые, некоторые специальные действия, которые при импорте происходят, а при запуске происходят другие, но с нашей точки зрения простецкой импорт модуль это просто его запуск. Единственная разница между импортом и запуском состоит в том, что у нас в неймспейсе залипают те имена, которые мы при импорте вызвали. Вот. Собственно, и все. Да, импорт это и есть запуск, поэтому принт, который там у нас был, он, естественно, произошел в момент импорта. И вообще просто-напросто у нас сформировался некоторый namespace, который, значит, при импорте весь выполнился. Вот эти два имени залипли у нас в namespace, а вот эта команда просто выполнилась. Такие дела. что? Что если у нас файл и файл и файл? Слушайте, я к слову на букву B не могу расслышать. Вы файл и скреки, то вы его выполняли, или там как вы делаете? Сначала первый, а потом второй. Капитан Очевидность приходит на помощь. В общем, импорт это просто команда такая, не более того. Соответственно, во, во, я понял, о чем вы. Да блин, не торопиться. Вот это вы хотели спросить. Или, возможно, вы этого не хотели спросить, но по крайней мере мне интересно про это рассказать. Обратите внимание, что второй раз этот импорт просто не выполнился. Так просто вам не добиться того, чтобы он выполнился второй раз. Почему? Потому что соответствующий модуль, даже если вы исправите, вот где-то вот сейчас, в этот момент я исправлю модуль в dummy.py, положу туда что-то другое, все равно импорт скажет, ребята, вы из этого файла уже импортировали модуль. Он у меня уже в кэше есть. Вот. Для того, чтобы это побороть, надо сказать импорт лип. 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 Мне. Релот. Нет. Тогда просто дай мне. О. Вот. Вот. Вот релот перевыполнит этот модуль еще раз, а заодно вернет его. Вот. Это было слово дайминг. Вот. То есть, если вы что-то поменяли, вам приходит, прямо в процессе кода, вам придется делать релот, ну, естественно, выйти в IT тоже помогает. Понятное дело. Вот. Это что касаемо ситуации. Любой питонный файл это модуль. Мы с вами, ну, или не совсем с вами, на лекции, посвященной статической типизации в питоне, это где-то здесь, вот где-то здесь, мы с вами видели, как можно с помощью полностью статически типизированного, имея полностью статически типизированный код, его с помощью MyPy не просто, значит, проанализировать на наличие именно статических, ошибок статически типизации, но даже скомпилировать вот в такую вот штуку. Вот. Давайте мы ее удалим. Вот. Эта штука, это разделяемая библиотека в формате, пригодной для вашей операционной системы, соответственно, в случае Linux это будет Shared Object, или в случае этого самого Macase это будет что-то с удивительным названием DLD, а в случае WinD это будет, соответственно, DLD. Вот. И вот такой вот файл можно использовать вместо вот такого, то есть, когда вы говорите Import Fib, первым делом ваш Python поищет файл в этом самом Python Path, поищет файл под именем Fib, дальше версия Python и дальше .so. Вот. это можно, проверить. Вот он во всех местах их ищет прям везде, 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 везде. вот. И находит только в самый последний момент. О! Вот он ее нашел. Вот он поискал, что она есть, и вот он ее открыл. Вот. И мы видели вот на этой лекции, что скомпилированный файл работает там примерно в пять раз быстрее, чем скомпилированный, это совершенно не обязательно, но тем не менее. Так вот, да, второй вариант распознать Python и модуль, это увидеть вот такую в Python Path вот такую библиотеку, она должна быть определенной структуры, иначе Python отругается, в ней должны быть какие-то имена, если не изменить память. Вот. Взятые из Python. Иначе она не будет, иначе Python не воспринимет ее как библиотеку или еще хуже свалится. Ну вот. Значит, это что касается второго варианта. Третий вариант, пожалуй, самый интересный, про который мы чуть больше поговорим. Модулем Python является этот так называемый пакет. Пакет это каталог, в котором в одном из двух вариантов обязан присутствовать файл init.py. Вот если у вас в каталоге есть файл init.py, то этот каталог можно проимпортить, и при этом импорт произойдет из этого самого init. Давайте это посмотрим. Значит, bla bla init.py. здесь можно написать ну, не знаю, const. Это было slow const. Это тоже было slow cost. Вот. ну, давайте, def fun. Сами он не обязывает написание микроволокации? Нет, конечно. Так, давайте напишем тоже документацию здесь. Кстати, я забыл показать, что мало того, что вот этот модуль, который у нас называется дамми, является модулем, по нему даже работает пыдок. Смотрите, вот красивая документация по нашему модулю дамми, вот это его имя, вот эта функция, вот это его описание, это ее описание, даже про то, какие структуры данных тут есть. Так вот, я вангую, что созданный нами пакет ПКГ сейчас выглядит примерно так же. Вот. И вообще все работает примерно так же, как оно работало раньше, только теперь в качестве модуля у нас модулем работает целое дерево каталогов с файлом init.py, который собственно и выполняется при импорте. Давайте попробуем. Нет, это был неправильный ПТ-Пайтон, вот это был правильный ПТ-Пайтон. Импорт ПКГ. Видите, он вполне себе проимпортировался, поскольку он находится в текущем каталоге. Что у нас? Константа единица. Функция тоже работает. Это что касаемо просто пакета. В принципе, у этих пакетов могут быть под модули и под пакеты. Бога ради, смотрите. Ну что ему напишем? Напишем subpackage. Вот. Давайте посмотрим, как выглядит у нас теперь пудок на него. Он говорит, а у вас есть еще под пакет. А как на него посмотреть? А вот прямо так и посмотреть. Вот, пожалуйста. И, как видите, он называется pkg-subpackage, ожидаемо, и, естественно, мы можем с ним также работать, используя это самое имя. Вот и все. Вот. Это все, потому что есть инид? Это все, потому что есть инид. На самом деле нет. Последние четыре или пять релизов питона – это уже не так. Вот. Но в простом случае – да. Значит, в вашем пакете должен быть инид, и в этом случае он распознается, вот этот каталог распознается как пакет, вот как модуль, инид, выполняется при импорте, значит, ну и так дальше все дерево строится. Давайте еще сделаем под пакет пакета. Вот. Тот-то был под модуль, а это subpackage, да? Вот. А этот, значит, был submodule, мы неправильно сделали. Ну, то есть модуль – это любое, что можно проимпортить, пакет – это именно структура каталогов, но в остальном все то же самое, естественно. Естественным образом… вот, пожалуйста, вот он… Ну и, соответственно, документация, ну, короче, все-все-все-все-все-все довольно понятно. Значит, естественно, мы можем написать «фрод пакет импорт что-то», совершенно ничтоже сумнявшийся. Сейчас. Вот. From pkg import subpackage, пожалуйста. Ну, короче, мы можем обращаться с этим пространством в мед так же, как мы это делаем с другими пакетами, совершенно не… собственно, это они и есть. Вот. Тут нет буквы «и», ну-то ладно. Значит, для того, чтобы поддерживать конструкцию, вообще говоря, нерекомендуемую, но, тем не менее, используемую. From пакет импорт звездочка. У вас… давайте попробуем это сделать. Кажется, по умолчанию вам ничего не покажут. Ну-ка. From pkg… Да елки-моталки. From я сказал. IMPORT звездочка. Ничего не… а, «фунт» приехал. Да? Да. Вот. Но вы можете сделать так. А, да, значит, смотрите. Вот этот фунт приехал, а все под пакеты не приехали. Вот. Те, которые там вот… пэкач, пэкач, вся вот эта ерунда. Вот. Что нужно делать, чтобы они приехали? Надо завести специальную переменную под названием all. И в ней перечислили, а что еще… нет, sub pkg, да? Как-то так. Давайте попробуем. О! Да, значит, помимо того, чем заполняется пространство имен при непосредственном импорте, вот этом, ну, fun и const, да, мы можем еще в специальный переменный all определить, какие еще имена, доступные в данном пакете, нужно импортировать, когда мы говорим from… пэкач импорт звездочка. И по звездочке они все приезжают. А остальные не приезжают. Довольно удобно. Если бы, например, я здесь написал импорт сам pkg, импорт сам пэкач, тогда бы они все приехали тоже. Но зачем лишний раз делать импорт, если никто их не хочет импортировать, за исключением того неведомого пользователя, который скажет, что from что-то импортал. Вот. А здесь вполне, вполне, вот они так перечисляются. И это что касаемо специального файла init. То есть, это удобно для from . Да, это исключительно для from . Больше ни для чего. Вот. Теперь, значит, почему я постоянно оговаривался, что если в каталоге есть init, то это пакет, а если init нет, то это не пакет. Потому что с недавних пор это не совсем правда. Вот. Есть такая штука на mspace package, то бишь сборник. Вот. Сборник, он нужен вот для чего. Значит, во-первых, да, после того, как ввели понятие на mspace package, у нас получается такая неприятная история, что вообще любой каталог, даже любая система каталогов может быть пакетом. Смотрите. Вот мы создали просто три пустых каталога. И импорта теперь работает. только он ни к чему не приведет, потому что там нечему импортироваться. Но все это можно сделать просто на пустых каталогах. Вот. Это недостаток, потому что теперь любой каталог может восприниматься как пакет. Но у этого недостатка и конкретно у пакетов, организованных без инита, есть одно важное достоинство. Они не зря называются namespace package. Фактически, где бы, в каком бы python path мы не увидели вот это a, b, c, этот будет восприниматься как часть namespace пакета по имени a, с под пакетом b, с под пакетом c. Даже если a, b, c лежало в одном python path, а условно a, b, d в другом. Сейчас мы смоделируем эту ситуацию. Вот тут есть прямо нарисованное дерево. Вот. Вот у нас есть текущий пакет, текущий каталог. Сейчас. Или текущий пакет. One pkg first, two pkg second. Да. У нас есть текущий каталог. В нем есть программа prog.py. Она импортирует пакет под названием pkg. Ну, точнее, импортирует все, что в нем есть. И у нее в python path добавлено one и two, и в каталоге one pkg есть first.py, а two pkg есть second.py. И с точки зрения namespace пакетжей, поскольку в нем нету нету init, это не два разных пакета с именем pkg, а один. Вот. Соответственно, все, что мы оттуда проимпортируем, может быть проимпортировано. давайте попробуем это сделать. Значит, mkdir минус p, one pkg, two pkg, да? vgvim, как они там назывались, first и second, да? one, я сказал, first, p, two pkg, second, p. Вот. Значит, что здесь напишем? Ну, допустим, это у нас кто? Это first. first равняется 1. А это у нас second, соответственно, да? Second равняется 2. Second. Во. Вот. Что мы теперь делаем? Запускаем наш python, ну, наш python. говорим os.pass, нет, а, sys, sys.pass, ну, скажем, append, one, да, спасибо. А, даже не так. Плюс равно, one, two. Ну, естественно. Во. Что? Да. One, two. Ну, понял. One, two. Вот так. Да? Вот. Я надеюсь, я неправильно назвал их, one, two их назвал. Да, one, two. Вот. Значит. И теперь мы можем сказать from pkg. pkg import one? Не понял. А, first. Тоже нет. Так, секунд. One pkg first, two pkg second. Тут все нормально. Добавил. А, да. From pkg first. Я понял. Нам загородил, нам загородил дорогу pkg. Ну-ка. Что сейчас произошло? У нас был пакет, который назывался pkg, и он перебил все наши namespace. Тут человек спрашивает, не хочу ли я рассказать, как контрибьютировать сам питон. Сборка RPM зависимости, OpenSSL, Schoollight и так далее. Нет, не планирую это рассказывать, по крайней мере, в этом курсе. Вообще-то не очень понятно, что можно на лекции рассказать про то, как контрибьютировать в сообщество, кроме базовых принципов, как контрибьютировать в сообщество. Ну вот, смотрите. Теперь, смотрите, я могу сказать, и first, и second могу проимпортировать из одного и того же pkg, но лежать они будут в разных каталогах. Это смысл namespace. Вот когда у нас был тут pkg, вот этот вот pkg, все это перестало работать немедленно, потому что он всех перебил, и это был единственный модуль по имени pkg, который Finder нашел. Когда же у нас этот pkg стал присутствовать в двух экземплярах, вот здесь вот, и вот здесь вот, будучи namespace пакетом, то есть без init, это все отлично заработало. И это нужно для того, чтобы, например, можно было поставить базовый пакет, ну скажем, в систему, а плагинчик к нему, к себе, в .local. Вот, значит, потому что, смотрите, это то, о чем я вообще не говорю, мы с этим будем разбираться в следующем семестре, но в принципе вы можете как пользователь поставить себе вот сюда вот какие-то пакеты. Вот у меня, видите, стоит какое-то количество пакетов прямо в базовой системе, вот, у пользователя George. Вот, и, соответственно, у вас один, большая часть пакета может стоять где-то в системе, там, в usrlib, usrlib54, а плагинчик к нему может стоять вот здесь, и если этот пакет оформлен как namespace, то они отлично будут соседствовать, и можно будет делать так же, как мы сделали сейчас. Вот, это называется namespace пакеты. Введение namespace пакетов и аккуратной архитектуры пакетов сопровождалось еще одной фишкой, которая называется относительный импорт, который говорит вот о чем. Предположим, у вас есть, сейчас мы сделаем еще один пакетик под названием pkgg, давайте посмотрим, как пример. Вот, значит, вот у нас есть некий пакет под названием rel. В этом пакете сейчас будет 3, значит, 1p, ну, давайте, чтобы вас не сбивать с толку, 1p. Сейчас еще сделаем кодир rel sub, 1p, 2p, init, и тут и нет. Вот, вот у нас есть 4 файла. Вот, это у нас, значит, 1p. Хорошо, если они называются 1, 2, 3, это хорошо. Предположим, что один из этих пакетов называется sys. Вот, я могу написать import tool, вот, но мне говорят, нет, так не надо делать. Даже некоторую ошибку, видите, выдает волшебный. Нипы? Давайте попробуем. Возможно, вы правы. Да. Давайте попробуем еще раз. Так, import tool. Ну-ка, а теперь? Нет, теперь нормально. Вот. Значит, что мы сейчас делаем? Мы сейчас, ну, здесь делаем... import sub. Да. А, ну, потому что там еще следующего нет. Нет, вроде есть. Вот, с какой стати... Секунду. И нитпы. Ну, тут пока ничего. Пускай будет ничего. А вот тут не понятно, что он заругался. Вот. Значит, вот давайте... Ой. Давайте на них на всех посмотрим. Ну, отстань, противный. Вот у нас есть попытка из one поimportить two. two. Где будет происходить поиск этого two? Хороший вопрос, да? Вдруг файндеры ваши или ваш twight and pass будет устроен так, что вот этот two будет найден не рядом с файлом one, а где-нибудь в syspass. Ну, непонятно, какой именно two мы здесь вообще importим. Поэтому по классике теперь надо писать не так, надо писать так. from.import to. Вот. Давайте в этом two напишем print ку-ку. Вот. И точно так же здесь from две точки, import, ну, скажем, все тот же two. To. To. Даже, даже сказать так. Сейчас здесь давайте сделаем так. А точно куда написать две точки? Потому что они же все реалии находятся. Этот нет. Я в нем и написал. Название файла внизу. Да, да, да. Я в нем и написал. Вот, смотрите. Вот так вот понятнее. Да. А я не знаю, что не может точка там что-то, import.one? Кажется, нет. Кажется, надо from делать. Потому что если вы сделаете еще import.что-то, то там возможно, например, зацикливание. Ну, короче, from надо делать. Ну, вот. Мне кажется, что все это рабочий код. Давайте это посмотрим. Да. Как оно называется? Real, да? Import real. Sub. Что? А, не сработало. Видите, я не поправил. Где я не поправил? Вот здесь я не поправил. Вот так делать нельзя, а? А как надо делать? Либо from.import.sub. Ой. Во. А, вот что я сделал неправильно. Я запутался так же, как и вы. Тут это вот это, да? Вот так вот надо делать. Уй, отстань противное. Вот. Давайте еще раз. Итак, значит, давайте посмотрим. One, one у нас только... Отстань противное. Какая настольная? One у нас только imported to. Ну, да, значит, в ту у нас вся эта штука, вся эта штука, и в частности он импортит сум. И нить у нас ничего. Ага, нельзя так делать. Окей, да-да, давайте здесь не будем ничего делать. Так, а в субе у нас происходит импорт. А почему? Вот теперь все нормально. Ну вот, кажется, мы соблюли синтаксис. Давайте еще раз попробуем. Вот, да, вот, пожалуйста, значит, мы организовали этот самый, ну и, соответственно, там импорт. Вот. Каждый из этих модулей сходил к модулю ту, каждый сделал это по-своему. Вот, значит, вот примерно так оно устроено. Сейчас еще раз посмотрим на это. Итак, из соседнего модуля надо писать вот импорт точка. Из модуля, который на уровне ниже, надо писать from две точки или просто from две точки. Тогда мы можем прямо отсюда, из инита вот отсюда вот что-нибудь проимпортить. Давайте. Давайте здесь даже не так пишем. Ну да. Да, что-нибудь такое. Вот, и можно здесь написать from две точки, импорт, бейс. Вот. Ну, короче, вы меня поняли. Вот, значит, относительный импорт нужен именно для того, чтобы... А где я это сделал? А, ну да. Вот она. Она же туда приехала, в тотный спейс. Это сделано именно для того, чтобы... Для двух причин это сделано, вернее, для двух целей. Во-первых, чтобы показать прямо в коде, что вы работаете с подпакетами данного пакета, а не с каким-то абстрактным модулем, который может тоже называться там toSys или как-то еще. Да. И во-вторых, чтобы этой путаницы не было в реале, когда у вас есть файндеры, есть Python Path, в котором что-то написано. Да. А вам нужно четко проимпортировать модуль отсюда. Кажется, в современных питонах уже даже запрещено писать... Сейчас давайте это посмотрим. Кажется, вот так вот уже написать нельзя. Нет, можно. Да, все еще можно. Но, тем не менее, так писать не рекомендуется. Рекомендуется писать вот так. Еще хуже ситуация, когда у вас эти подмодули в разных поддеревьях находятся. Ну, в общем, вот. Это, правда, иногда приводит к довольно волшебным последовательностям из точек. Если у вас подмодуль, 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 то точки будет уже четыре. Вот здесь. Ну, окей, пускай будет четыре, в конце концов. Это что касается относительно импорта в пакетах. Пока что из того, что мы знаем про модули, все, потому что любой модуль выглядит примерно так. Не знаю. Вот этот стандартный модуль питона. Вот он. И нет. И два подмодуля. Да. Вот стандартный модуль питона безо всяких пакетов. Вот нестандартный, установленный модуль питона, ну, не знаю, какой-нибудь LZ4. Обратите внимание, в нем есть init, а есть вот это. Вот. То есть он состоит как из питонних файлов, так и из библиотеки. Вот из этой библиотеки, которая ввершена. Вот. Что-то он поругался. Забей. Ругается. Значит, ну вот. Короче говоря, все пакеты в питоне устроены ровно так. Единственное, что мы не посмотрели, хотя это не очень важно, это такую штуку, которая называется точка PTH. Ну, скажем, какой-нибудь... Какой-нибудь... Вот. Ну, на самом деле, это такой способ положить прямо в каталог с питонными пакетами дополнительный CISPAR. Больше ничего. Вот этот GTK 2.0, я вангую, что он у нас есть в CISPAR. О! И он там появился именно потому, что есть PTH-файл, который говорит, а вот отсюда еще, пожалуйста, все, что лежит в GTK 2.0, тоже добавляйся. Вот и все. Ну вот. Таким образом, все пакеты в питоне устроены так. Я имею в виду, конечно же, после того, как они установлены в системе, а не до того, потому что до того это отдельная песня, в следующем семестре будем с этим разбираться. Давайте, что ли, я, как и обещал, устрою короткий обзор пакетов, которые входят в стандартную поставку питона. Вот. Насколько это нам нужно будет? Ну, буквально на 5 минут, то есть это будет именно что галопом по Европам. Значит, соврал. Есть еще одна вещь, которую я хотел рассказать, а обзор стандартных модулей, может быть, даже мы пропустим. Мы знаем, что можно питоний пакет запустить как программу. Да, смотрите, Python 3-m, ну, скажем, пыдок. А он берет и запускается. Минус p, раз, два, три, четыре. Броузер. Да? А, вы не видите, он запустился в другом окне. Ну, ладно. Значит, как бы это сделать, чтобы вы увидели? Забейте, не так интересно. Мы это и так знаем, что это можно сделать. Короче говоря, питоний модуль можно запустить как программу. Для этого надо сказать, питон минус m имя модуля. Но далеко не всякий питонный модуль можно запустить как программу. Упс. Например, модуль re нельзя запустить как программу. Что он нам говорит? У вас должно быть символ re.main. Вот если у вас есть подмодуль под названием main, этот main запустится. Окей. Давайте попробуем запустить как программу наш модуль под названием real. для этого нам нужно создать там файл под названием main, bla-bla main, bla-bla.py. Вот. Здесь написать что-нибудь типа from.import, я не помню что, one. print ку-ку. И вот это и будет той частью кода, которую мы выполняем при старте. Ну-ка. Вот этот ку-ку – это то, что я написал. Давайте его заменим на кукуряку. А вот этот ку-ку – это то, что принт там выполняется. Мы же носовали туда принтов каких-то. Вот. Для того, чтобы ваш модуль можно было выполнить как программу с ключом минус m, этот код, который выполняется с ключом минус m, должен быть заложен в файл под названием m.p. Вот. Ну и последнее. Я поэтому говорил, что, скорее всего, мы не успеем на обзор. Ну, последнее, что можно сделать, это известную нам тему, а как все-таки сделать так, чтобы файл был одновременным модулем и программой, и когда его импортируют, кусок кода соответствующей программе не запускался. Как сделать с пакетом, мы знаем. В пакете либо есть main, либо нету main. Если нету main, ты его импортируешь, ничего не запускается. Если есть, как сделать внутри файла? Очень просто. Надо проверить, а как назывался запускаемый модуль, который сейчас интерпретирует питон. Если он назывался 2 подчеркивания main, 2 подчеркивания, это значит, что мы запустили конкретно здесь программу. Если он назывался как-то по-другому, ну, фактически его имя модуль, это значит, что мы его проимпортировали как модуль. Поэтому, если написать вот так вот, вот, если написать вот так вот, то эта программа будет запускаться как программа, будет вызывать эту функцию, а при импорте не будет. Вот и всё. Ну, давайте попробуем, но я думаю, что вы мне верите, это как раз то, что люди довольно быстро узнают. Вот, пожалуйста, запустили его как программу. А, ну и так это сделать нельзя. Давайте проимпортируем. Python 3-c import dummy. Вот, код этот не выполнился. Не буду я делать обзор стандартных модулей, в очередной раз его не успеваю. Смысл в этом... А, мы в 20 начинаем. Тогда буду. Ну вот, хотел отмынивать. Хорошо. Значит, смысл этого обзора не очень большой, потому что мы... Потому что я буду просто говорить, что знаю, вот глядя на то, что тут написано, но тем не менее. Значит, обратите внимание на то, сколько модулей помечено как деприкейт. Наконец-то они начали вычищать всякое легоси из прошлого тысячелетия типа поддержки звуковых файлов формата аифов, как это было специфичных для Соляриса, для операционной системы Соляриса. Вот они стали потихонечку их выбрасывать. Абстракт-бейс-классис. Мы с вами даже, не с вами, а с бакалаврами, но, может быть, и с вами тоже трогали этот момент. Это важный очень модуль. Видите, они тут ссылаются на какой-то пеп. Ой, синтаксическая ошибка у них там на сайте. Вот. Очень важный модуль ArcPars для очень развесившего анализа параметров командной строки. Модуль Ray, который реализует простейшие механизмы работы с последовательными массивами в питоне, если вам не нужен NumPy. Если вам не нужен NumPy, а нужны просто какие-то массивы, Ray вам в руки. Абстрактное синтаксическое дерево. Важный модуль, который мы трогали в лекции про магистерской, связан с парсингом питона. AsyncO. Прошлая лекция. AtExit. Волшебный удобный модуль, который нужен для того, чтобы задать функцию, которая будет выполняться, когда вы выйдете из питона. Например, вы сохраняете какую-нибудь историю в файл, а при выходе из питона надо файл закрыть. Вот типичный пример. Это увы. B64. Вопрос текстового кодирования. BDB вообще что-то связанное с дебаггером, чтобы можно было питонить дебаггер делать. BNASC. Мы, кажется, чуть-чуть пользовались, когда там есть всякие штуки, типа Higgs-LIFI, конвертирование из текста в 16-ричный DAP и так далее. То есть всякие такие. B64 тут тоже есть. HQX, CRC32. Короче, всевозможная работа с бинарными данными, которые можно привлечить. BISECT внезапно реализованы в качестве алгоритма кусочек двоичного поиска конкретно. Он уже есть в питоне. BISECT-LIFI, BISECT-RIDE, вот это вот все. BILTINS. Это MinSpace BILTINS. BZ2, поддержка формата BZ2, календарь, удобное представление календаря, цеги для написания веба. А, это все выкидывается. CMS, комплексные числа, модуль CMD. Будем в следующем семестре разбирать, модуль для написания команды, утилит, работающих с команд... Собственно, интерпретаторов командной строки. Вот. И это тоже, кстати. Кстати, интересно, никогда этим не пользовался. Надо посмотреть. Вот. Кодеки имеют отношение к кодекам, к кодировкам. Кодопы это что-то связанное, не буду трогать. Коллекшнс мы с вами смотрели, это всякие интересные контейнер-типы. Это все неинтересно. Конкарент, это предыдущий подход к асинхронизации остался. Конфиг парсер, это то, вместо чего сейчас рекомендуется пользоваться томлем. Конфиг парсер парсят конфиги формат, как в винде, вот такие. Начиная с 3.11-го питона, или 3.10-го, не помню, 3.11-го, можно парсить конфиги в формате томль, которые существенно более развесистые. Вот можно сейчас сходить куда-нибудь на сайт томль и посмотреть, какие там... Там целый словарь возвращается. Если в винде у нас двухуровневый всего-навсего конфиг, то томль возвращает целый словарь, это прям... Вот, том-ли-о. Вот, видите, конфиги теперь могут быть вот такие, все это парсится синтаксически, с распознаванием там даты, вот это вот все. контекст-либл, контекст-варс, это все с контекстными менеджерами, копия, глубокое копирование объектов, это я не знаю, что такое, c-профайл, крипт, нет больше крипта, csv-парсинг файл формата csv, вот, c-types, очень удобный модуль, которым мы не будем пользоваться, для того, чтобы взять программу на си, библиотеку на си, обмазать ее сведениями о том, какие там есть символы, какие у них параметры, и дергать ее из питона, тут же. Естественно, с возможностью получить sig-fold и все вот это, но, по крайней мере, вот если у вас есть библиотека сишная, вы можете дернуть ее из питона, ну вот буквально в три строки, обмазав ее описанием того, что именно вы дергаете. Data class говорили, datetime удобный инструмент для манипулирования датой и временем, dbm говорили, это такой формат, похожий на базу данных для простейших файлов, decimal говорили, diflip интересная штука для сравнения двух текстов, которые делают примерно то, что стандартная утилита div делает, но тут есть даже пословный div, так что она даже круче. Diz у нас был в магистерском курсе, это disassembler, disassembler, то есть получение байт-кода питона, посмотреть на него. Dogtest будет в следующем семестре, это такая извращенная система, в которой докстринги используются для хранения тестов. E-mail парсит e-mail, encodings тоже имеет на шоке encodings, insuripip волшебный модуль, который есть в каждом питоне. Если у вас нет программы pip, которые умеют инсталлировать сторонние модули, вы говорите python-minsuripip, и он сам из себя вынимает какую-то довольно старую версию pip, ставит ее, а дальше этим pip можно поставить новую. Enum еще одна интересная штука, связанная с объектной моделью. Ерно понятно, это всякие, это неинтересно, это файл тоже неинтересно, это всякая мелочь, фракшн смотрели, func tools, почему-то мы в него не заходили, а тем не менее, это тоже интересно, наравне с iter tools, интересная штука, где есть такие вещи, как, например, частично вычислимая функция, или частично кэшируемая функция. Вы можете закэшировать, вы можете взять функцию, которая всегда что-то вычисляет, но закэшировать ее, она будет хранить промежуточные значения, и вот просто из-за этого самого, из-за этого декоратора кэш. Мы видели, кстати, пользуясь оттуда в raps штукой, которая подменяет, в декораторах подменяет докстринги, и аннотации на правильные. Вот, gc, garbage collector, почему-то мы в этом году про него не говорили. Gitopt – это более старый opt-парсер, getpass – это просто input, который не вводит ничего. Что еще интересного? Gittext для перевода будет в следующем году, glob – это просто, значит, pattern matching в стиле shell. GraphLip добавили буквально недавно. Эта штука для работы с графами очень короткая, простая, ни в какое сравнение не идущая с какым-нибудь network X, но в ней есть, например, алгоритм топологической сортировки, ради чего и, собственно, изобрели. Вот. Gzip поднежка Gzip. Что еще? HTML парсер, HTML, HTTP. Все же знают, да, что можно запустить HTTP-сервер в питоне. Не все знают. Все, сервер готов. Мы можем зайти сейчас и посмотреть. Смотрите. Вот. Если кто не знал, имейте в виду, как по-быстрому отдать файлы по HTTP. Вот. Я их уже отбыл. Кто-нибудь может сейчас зайти на IP моего, не помню какой, и даже скачать что-нибудь отсюда. Вот сюда вот можно зайти. Либо сюда, либо сюда. Если вот либо этот IP-шник у вас должен, либо этот. Вы можете даже что-то скачать. Вот. Web-сервер работает. Правда, я сейчас его выключу. Вот. Значит, мы приближаемся к середине, а нам нужно приближаться к концу уже. Работа с почтой по протоколу IMAP. Import.lib Могучая штука для работы с всякими импортами. Тут, видите, целая куча всего. Мы сегодня не стали про это разговаривать. Inspekt было у нас в магистерской части. Это интроспекция. Ио. Кажется, у нас один раз было. Это такой способ превратить, работать со строкой, как с файлом. Это ТОС было. JSON, понятно, разбор JSON. Это тоже понятно, что такое. Локаль. Тут все неинтересно. Модуль логинг удобный для разработки приложений, который вместо того, чтобы писать все на экран, вы пользуетесь логингом, который пишет туда, куда сказали и того уровня, который вы сказали. Вот. Модуль масс. Все это мы знаем. Это все неинтересно. Это тоже неинтересно. Это все выбрасывали. Модуль numbers. Это абстрактный базовый класс для чисел, чтобы можно было от них наследоваться. Опт парс. Еще один. Еще один. В Command Line Option Parser его уже выбросили наконец. Это все понятно. PathLip. Вот это то, чем я рекомендовал пользоваться. Хотел сегодня показать, не успел. Вместо OS Path. Вот. Еще один дебаггер. Это понятно. Пикл. Неинтересно. Профайл. Профирировка исходников. Чтобы посмотреть, где он висит по большей части. Пидок был. Кьюа поддержка очереди. Это все мы видели. Это мы тоже видели. Что-то еще. Ну, Secrets довольно удобный модуль для не просто случайных чисел. Случайных чисел достаточно безопасных, чтобы на них какую-то криптографию основывать. Вот. Это всякое ИО. Вот. Шутил. Это удобный способ работы с файлами. Более высокоуровневый. Но может быть, PathLip это делает лучше. Вот. Д-д-д-д-д-д. Ну, тут всякая сеть. Esculite 3 встроены в Python. Если что, есть. СУБД Esculite 3 встроены в Python всегда. Вот. Ну, поддержка там шифрования SSL. Какие-то, значит, что-то еще интересное. Сап-процесс. Очень важный модуль сап-процесс для запуска других процессов. Ну, собственно, для запуска других программ из-под вашего этого самого Python. Да. Это все не так интересно. Поддержка TAR. Ну, короче, тут уже не так интересно. Я не успею дойти до конца. Мне еще две вещи надо показать. А. В Python, если что, кто не знает, есть встроенная графика. Называется Takainter. Вот. Она очень-очень-очень древняя. Это один из самых древних графических виджетов. А на этой графике написано... Так, Tartle, демо. А на этой графике написано еще и черепашка. А где меню? А, вот. То есть в принципе вы даже можете писать какие-то графические приложения на питоне. Они, правда, будут выглядеть примерно так же, как мое, только не перекрашенные в мой любимый цвет. У людей все-таки обычно они... Ну, 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 вот. И это все входит в Python. Штука, которая этим занимается, называется Takainter. Ватс. Сейчас покажу ее. Вот она. Но, может быть, вам захочется писать на более современных виджетах, чем на Takainter. Всякий таймстайпинг имеет отношение к статической типизации. Венитест это тестирование будет в следующем семестре. Венф создание так называемого виртуального окружения на самом деле не совсем будет в следующем семестре. Ну, тут, в общем, так особо ничего интересного. Ну, партия RxML, конечно. Партия с ZIP. ZIP-up я показывал, да, что можно питоне приложения положить в ZIP-файл и запускать оттуда. Ну, в общем, вот. Значит, мне кажется, что хватит мне испытывать ваше терпение. Я всегда относился к этому обзору с нескольким подозрением. Давайте мы лучше посмотрим две вещи. Посмотрим вещь номер один. По поводу которой, видимо, я потрачу 5 минут, можно, потому что там текст. Значит, что будет, если сказать import this? Вам вылезет истер-эк в исполнении Тима Петерса. Это один из таких больших главных питонщиков, вот после Гвида. В котором будут так называемые дзен питона, хотя я абсолютно уверен, что это не дзен питон, а дао питона. Потому что, согласно даоцкой традиции, здесь содержатся коаны. Смотрите, вот первый коан. Коан – это противоречивое утверждение, которое, тем не менее, верно. Beautiful is better than ugly. Красивое лучше, чем ужасное. А, нет, тут это не коан, это утверждение. Explicit is better than implicit. Явно сказано лучше, чем по умолчанию. Simple is better than complex. Спасибо, капитан. Complex is better than complicated. А вот вам и коан. Конечно, сложное хуже, чем простое. Но хуже сложного – усложненное. Не делайте донут оверкомплифай. Столбик лучше, чем вложенное. Разреженное лучше, чем плотное. А тут просто readability counts. Вот это очень важное место в питоне. Если вам цель – программу, которую тяжело читать, ее будет тяжело писать. Readability – это очень важно. Special cases aren't special enough to break the rules. А вот вам еще один коан. С одной стороны, даже в исключительных случаях не надо нарушать правила. С другой стороны, вообще-то правила можно нарушать, если практически это требуется, вместо того, чтобы их тупо соблюдать. Не надо соблюдать правила тупо. Вот. Все ошибки нужно обрабатывать, если только вы их не заглушили. Опять-таки, что-то вроде коана. Вот. Опять просто утверждение. Если вдруг у вас неоднозначная ситуация, ни в коем случае не играйте в орлянку. Вы должны принять решение, не пытаясь угадать, а пытаясь выяснить, как именно ваша неоднозначность разрешается. Очень важная штука, от которой потихонечку время от времени отходит современное питомное сообщество, что для любой задачи желательно, чтобы был ровно один хороший путь его сделать. Например, это сказано в пику языку программирования Perl, где наоборот, Ларри Волл, автор языка Perl, говорит, что чем больше пути решения задачи, тем лучше. А вот вам икон, которая состоит в том, что если вы не голландец, то, возможно, это будет не такой очевидный путь решения задачи. Это, разумеется, камешек в сторону Гвида с его специфическим мышлением. Сейчас лучше, чем никогда, но никогда, иногда лучше, чем прямо сейчас. То, что по-русски называется некогда думать, трясти надо. Но вот нет. Сначала иногда лучше. Если вы что-то придумали, но это трудно объяснить, это плохая идея. Ну, если вы не можете это объяснить, значит, вы плохо придумали. Однако, вот вам очередной икон. Если вы что-то придумали, и это легко объяснить, это может быть хорошей идеей, а может быть и нет. Ну и последнее, namespace это очень круто, давайте сделать больше namespaceов. Вот это всё. Это, значит, был первый эстер-эк. Я советую отнестись к этому тексту уважительно, потому что там много всякой питонии мудрости. Ну, а второй, такой традиционный, это импорт антигравитейшн. Антигравитейшн. Антигравит. И нас перекидывает на известный веб-комикс из КЦД, причём на очень древний, реально древний его комикс-трип, 353. Вот на вот такую картиночку. Вот. Вот такая картиночка. Вот, значит, тут, если хотите, переведу. Это ещё про второй питон картиночка. Что вот, мол, человечек летает, говорит, ой, ты летаешь, говорит, да, это питон. Я, говорит, его прошлой ночью выучил. Там всё так просто. Hello World, это просто print Hello World. А этот, который внизу, говорит, не, я не знаю, но, слушай, динамическая типизация, форматирование значащей пробелы в отступах. А тот говорит, да, давай уже к нам, смотри, programming is far and gain. Программировать теперь так весело. Вообще тут целый мир открыт. Тот говорит, ну ладно, хорошо. Но ты летаешь-то как? Ну, я вот написал импорт антигравити и что, и всё. Ну, я ещё в этом самом, в аптечке все таблетки попробовал. Но думаю, что это питон. Ну вот, примерно так это выглядит. Спасибо ребятам из СЦД за весёлый текст. Вот. Кажется, это всё, что я хотел в этом семестре рассказать. Я и так сожрал у вас чуть больше времени, не надо было делать обзор, чуть больше времени, чем хотел. Если есть вопросы, задавайте, пожалуйста. Всё уже, все сварились. Мы больше полутора часов сидим. Тогда что? Всё. Всем спасибо. Жду вас тогда в следующем семестре на продолжении курса, который называется разработка приложений на питоне. Вот. Мы там будем говорить про всякие штуки, которыми люди пользуются, когда, собственно, превращают программирование в работу. Вот. Всем спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ